В нашем регионе началась перепись лесного населения. В течение месяца ульяновские лесники должны почитать, сколько в наших краях водится лисиц, лосей, косуль, медведей и даже рысей. Для чего это нужно и как вообще можно пересчитать диких животных, расскажет Элла Шахова. Вот эти следы оставил лось. Причем отпечатки на снегу говорят о том, что он никуда не торопился, жировал. То есть, переводясь в терминологии егерей, кормился, обгладывал кору деревьев. Вот жировой след. Тема как раз характерна. То, что след, например, когда лося побеспокоит, у него прыжками такой след. А здесь он шел спокойно, чертил. Как раз видно, копытами он чертил по снегу. Судя по следу, это взрослый самец лося. Почему? Как вы поняли? Здесь это тем, что у него копыта тупое, а у самочки оно более острое. А вот это зайчья скидка, когда он запутывает свои следы. Петляет, пробегая по обе стороны дороги, уходя на дневку. В светлое время суток нетрусливый и совсем не глупый зверек отдыхает. Ну там он еще несколько будет скидок делать, прежде чем ляжет. Тоже будет путать там. И потом ляжет так, чтобы ему наблюдать было, кто идет по его следу. И он может скользаться вообще даже сзади. Будешь идти вперед, а он может встать сзади и убежать. И он более хитрый, чем лисицы. Пришлось тут на реву, на лося охотиться. Она подошла вообще на три метра ко мне. Лиса. Подходит, смотрит, любопытничает. Знаете, такого не позволит ей. Лисичка-сестричка здесь тоже поутру пробегала. Вообще все следы подсчитывают именно в раннее время суток. По свежим отпечаткам. Их затирают, чтобы было легче подсчитать новые на следующий день. Сегодня день затирки. Вот я сегодня прошел, затер следы. Вот все, что мне попали, все. Затираю я их лыжиной, затираю меселкой, чем удобно. А через сутки я иду, гляжу, кто пересек мои следы. После того, как я их затер. Все я их считаю. Указываю направление и вид двери показываю. Какой дверь прошел. Двери и птицы усчитываются в оба дня. И в день затирки, и в день учета. Каждый путь, по которому проходит егеря, в среднем составляет 10 километров. Преодолевают они их либо на лыжах, либо на снегоходах. Например, в Сурском районе таких маршрутов несколько десятков. Учет проходит в ясные дни, как этот. Снег попросту заметет все следы. Зимний маршрутный учет проводится для определения численности, как я уже сказал, копытных, пушных и некоторых видов пернатых. После определения численности мы закладываем процент освоения, то есть процент добычи животных. И дальше уже рождается такой документ, как указ губернатора о квотах и лимитах добычи. Например, в прошлогодний учет дичи во всей области было насчитано более 4,5 тысяч лосей и 12 тысяч косуль. От этого числа охотники могут добыть от 5 до 15 процентов копытных. Все зависит от территории и плотности ее заселения животными. Впервые в реестре добычи в Ульяновской области появилась рысь. Вот кадры фотоловушки зверя в том же Сурском районе. А еще несколько лет назад она даже не заглядывала в наш регион. Котенок, это видать лет не этого года котенок, а крупненький след. Но не совсем взрослый, здоровый рысь, старый там. Коца и пятничка. А пуш вокруг след. У них след своеобразный, как у всех кошек. Вот так вот след грубый, а вот так опушь будет, вот, рядышком, вот, прижатый. Теперь рысь хозяйничает в южных районах Ульяновской области. И уже нанесла большой урон охотничьим угодям Радещевского района. Там орудует мама-кошка с двумя котятами. Три рыси загрызли 15 голов косуль. И главное, получается как, они половину съедают, и остальную часть оставляют и охотятся на других косуль. А почему так? Ну, они питаются чисто свежим мясом. Косули и зайцы – основной рацион этой лесной кошки. А вот ее добыча в Кузоватовском районе. Он там с дороги прыгнул, поймал, задавил, и сюда вот волком приволокла. Вот. Косули теплые, прям живот теплый. Именно в Кузоватовском районе насчитали 11 голов рыси, что дало право на отстрел 10% животных, то есть одной кошки. Но наши охотники пока не научились ее добывать, как, к примеру, в Кировской области. Также несколько лет назад в регион на ПМЖ зашел еще один хищник – медведь. На фотоловушке из Сурского района медведица и медвежонок. Здесь же зверь лег в зимнюю спячку. Но лесорубы его разбудили. Разбужден медведь, поднятый из берлоги, которая находилась под березовым выворотом. Медведь от всех мужчин убег, от рабочих, издав страшный рык, унесся. Потом его они обнаружили, при проведении последующих работ. Была там делянка, и оставалась куча сучками какая-то. И вот он ее, говорит, поднял и под нее залез. Он по новой лег спать. Но если еще раз поднимут, не знаю, что будет. То, что в Ульяновской области сейчас селятся животные, которые раньше лишь забредали сюда изредка, говорит о том, что звери здесь нашли хорошую кормовую базу. И вообще им у нас комфортно. А насколько, покажет и лесная перепись. Элла Шахова, Денис Миронов, Вести Ульяновск, из Сурского района.